На коалиционном собрании Таллин принял несколько решений для того, чтобы ограничить доступность алкоголя. Самым радикальным стало предложение запретить продажу алкоголя по воскресеньям, а также в радиусе 300 метров от детских учреждений. Среди прочего рассматривается возможность запрета продажи алкоголя после 12 ночи в пабах и ресторанах в воскресенье. Ежегодные опросы показывают, что жители Эстонии весьма любят выпить, особенно крепкие напитки, а также, что у нас в стране горячительное доступно и для молодежи. На сегодняшней пресс-конференции правительства министр здравоохранения Румас Круза отметил, что государство также всеми силами стремится снизить потребление алкоголя, но запрет на воскресную продажу является очень спорным. Я не совсем уверен, что это действует. Если мы смотрели интервью об этом, как граждане Далина сами это объяснили и сказали, что они думают об этом, тогда мы увидели, что один гражданин сказал очень конкретно, если в воскресенье будет это закрыто, я в субботу покупаю и, может быть, еще больше, чем я хотел бы воскресенье покупать. Это значит, что мы должны очень внимательно смотреть, есть это все предметы очень хорошие действия на теле. По словам Круза, ограничения не единственный метод воздействия. Необходимо также работать над внутренней культурой населения, ведь если человек привык напиваться в выходные или в общественных местах, он все равно найдет такую возможность. Что же касается самих продавцов, то пока запреты не вступили в силу, они высказываются очень осторожно. Хотя некоторые уже предполагают, что могут открыться подпольные магазины по продаже алкоголя. Ведь после того, как вступил в силу запрет на покупку спиртного после 22 часов, тут же появились предприимчивые деятели, нашедшие лазейки в этом запрете. По мнению вице-мэра Таллина Америки Мартинсон, ограничение на воскресный алкоголь – это срочный вариант регуляции проблемы. И до сих пор премьер Таллина в этом вопросе всегда давал позитивные результаты.